Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Наши свалки, плохо организованные музеи, постоянно пополняемые новыми экспонатами и расширяющиеся с каждой секундой. Некоторые из них, конечно, уже полностью заполнены, и теперь там размещается только исторический мусор. Было бы прекрасно, если бы мы нашли какой-то способ прекратить производство мусора вместо того, чтобы накапливать его все больше по экспоненциальному закону. По словам экспертов, некоторые из существующих свалок могут стать источниками ресурсов в будущем, так как они содержат достаточно металлов и других полезных материалов. Но, скорее всего, мы очистим лишь небольшую часть из них, движимые извлечением прибыли или сохранением планеты. Природа в конечном счете сможет очистить эти груды хлама. При такой очистке наши потомки смогут обнаружить на месте свалок много артефактов прошлого, но до тех пор результаты не будут такими красивыми. Есть две конечные судьбы для свалки мусора размером в несколько квадратных километров и толщиной в несколько десятков метров. Во-первых, она может быть просто похоронена и оставаться на своем месте в течение многих миллионов лет. Такой процесс может происходить на опускающейся дельте или прибрежной равнине, как в Миссисипи. Свалка будет все глубже опускаться под массами осадочных пород и, в конечном счете, может опуститься на несколько километров под землю, сжимаясь, нагреваясь и, возможно, сминаясь. Все ее содержимое спрессуется и образует техноископаемые. Этот новый вид породы будет причудливым, но через сотни лет в значительной степени станет безвредным, токсины будут разлагаться, а пластик превратится в хрупкое вещество, похожее на уголь. Другой вид естественной очистки более вероятен и более разрушителен. Свалки, которые геологически не захоронены, рано или поздно будут разрушены под действием ветра и зимы, особенно вблизи побережья, часто атакуемого волнами и приливами. Мусор из них эксгумируется, выбрасывается обратно на поверхность, а затем переносится течением, часто к далеким береговым линиям и на глубокое океаническое дно, подвергая опасности людей и другие живые организмы. Этот процесс уже идет во многих местах по всему миру, его можно увидеть, например, во время прогулки по устью Темзы. Это большой и растущий фактор в развитии отношений между нашим мусором и планетой. По материалам Джизмода.